Проблуждение скромности в других. У меня был друг один, ну не друг, как сказать, больше сказать, наверное, из учителей скорее. Он был настоятелем в нашем монастыре в Швеции. Ну и всякие ребята приезжают. Он говорит, как-то приехал один. И, говорит, у него такая гордость большая. Он всё спорит, по любому поводу он спорит. И интеллект он свой включает. Но я, говорит, его вызвал, и, используя понимание психологии, я ему сказал, что он думал утром, что он думал две недели назад, что он сделал тогда, что он сделал тогда. Понимание психологии, да, он использовал. Он говорит, весь интеллектуализм как руку отбил. Я стал скромный в этот момент. Но, говорит, мне потом мой гуру запретил использовать психологию. Он говорит, я читал его разум и, читая его разум, я вот разбудил в нём чувство скромности. Ну гуру запретил мне использовать психологию. Вот это... От гордости очень много проблем возникает. Поэтому скромные люди, их все любят. Есть даже шлока такая, что правильное образование ведёт к скромности, скромность ведёт к уважению общества, уважение общества ведёт к благосостоянию, благосостояние делает всё посчастливым. Есть такая шлока, детей воспитывают на этом. То есть рекомендуется воспитывать скромность с самого детства, чтобы не было вот этой гордыни, и потом ты будешь всю жизнь воевать с этой гордостью. Вот это вот, когда разбудить скромность в человеке, это благое действие, никому не помешает скромности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...